Друзья, всем привет! С вами доктор Зайцев, отвечаю на новый вопрос. Добрый день! При хроническом танзелите какие показания для промывания лакон нёбных миндалин? У меня хронический танзелит постоянно обостряется, горло и миндалины гиперемированы, полоскания не помогают. Ну, действительно, при хроническом танзелите просто банальными полосками вы вряд ли обойдетесь. Показание номер один. Это пробки в нёбных миндалинах. Если пробок нет, собственно, то и вымывать нечего. Пробки вы можете увидеть сами. Миндалины находятся по бокам от задней стенки глотки. Когда вы открываете рот, вы видите нёбный язычок, по бокам нёбные миндалины. Мы видим вершину айсберга нёбной миндалины, видим лакуны. Это отверстия дырочки в толще нёбной миндалины. Называется казиозный детрит, казиозные массы или казиозные пробки, или танзелогенные пробки, или танзелитные камни, как их ещё называют. То это стопроцентное показание для промывания нёбных миндалин. На втором месте стоит запах. Неприятный запах изо рта. Понятно, что он может сопровождаться и проблемами с дёснами, проблемами с кариозными зубами. Это может быть проблема гастрита, когда из желудочно-кишечного тракта наверх выходит неприятный запах. Но тем не менее, всё-таки на первом месте это танзелит. Безусловно, пахнуть может носоглотка и полость носа, если есть проблема риносинусита. Но в сочетании с пробками диагноз стопроцентный. В этом состоянии нужно приходить к лор-врачу в клинику и проводить вакуумное промывание нёбных миндалин. Чего я вам и желаю. Увидимся в клинике.